Уважаемые телезрители, здравствуйте! Коллеги, вы смотрите восьмой выпуск цикла «Развитие регионов. Кластерный подход». Хочу представить моего постоянного собеседника, нашего гостя, Тарасенко Владислав Валерьевич, автор замечательной книги «Территориальные кластеры. Семь инструментов управления», руководителя ряда успешных проектов развития инновационных территориальных кластеров, автора и ведущего ряда образовательных программ, посвященных развитию территориальных кластеров, ну и заведующего кафедрой экономики и управления территориальными кластерами МГУТУ имени Разумовского. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами уже обсудили основные положения кластерного подхода. В предыдущих передачах. Да, в предыдущих передачах выяснили, какие виды бывают кластеров, как инновационная деятельность в регионе связана с кластерами, в чем специфика инновационных кластеров, и каким образом можно формировать программы развития территориальных кластеров, которые сопряжены со стратегиями развития регионов, и, собственно говоря, со стратегиями развития отраслей и новых взаимодействий, институциональных взаимодействий. Вы говорили о том, как кластеры могут стать драйверами экономического развития страны. Такими точками роста, по сути. Да, точками роста, и как реально вот эти кластерные проекты работают в Европе, в Америке, в Юго-Восточной Азии, какую роль играет государство в реализации программ и проектов развития. И сейчас у нас очень интересная такая специальная тема, связанная с новыми возможностями для бизнеса. Почему? Потому что кластер – это не только инструмент развития регионов, ну, точнее, программа развития кластера и работы его специализированной организации, а это еще некоторая точка входа для новых членов кластера. Это новые возможности по созданию новых видов деятельности, новых бизнесов. И вот сегодня мы обсудим вопрос, связанный с созданием вот этих самых точек входа для новых организаций, обсудим возможности по развитию бизнеса на основе кластерного подхода. Традиционный подход говорит нам, ну вот, если у тебя есть некоторая идея, ищи покупателей, ищи поставщиков, пиши бизнес-план и работай. А кластерный подход, он все-таки ориентирован немножко на другое. Он ориентирован на институциональные возможности, то есть на создание некоторых механизмов входа, некоторых лифтов, но уже не социальных лифтов, о которых мы говорили раньше для социальной группы и людей, а лифтов для организаций, которые могут реализовывать свои планы и тем самым служить инструментом развития региона и формированием таких интересных новаций на территории. С этой точки зрения важно понять, что кластеры бывают разные. И мы с вами уже во время наших прошлых бесед обсудили, что есть такие базовые модели кластеров с крупным якорным предприятием. Ну, например, кластеры из предприятий, образующихся вокруг авиастроительной компании, то есть или какого-то крупного холдинга промышленного, допустим, металлургического. Кластеры в этом случае фактически сопряжены с крупной компанией, со всеми плюсами и со всеми минусами. Тогда, наверное, стоит вспомнить, что кластер может состоять или должен состоять из образовательного учреждения, научного учреждения. Да, и это вот такая разновидность такого кластера, когда в центре кластера находится не крупная компания, а крупный университет, ну, например, там Стэнфордский университет в Силиконовой долине, или наш, например, кластер из компаний вокруг Московского физико-технического института. Это тоже вот такая модель с якорной организацией, но это уже не бизнес-организация, а научно-инновационная. Здесь могут быть разные структуры. И второй тип кластера, который мы с вами обсуждали, это такой сетевой кластер, когда малый и средний бизнес, крупный бизнес, он контактирует сетевым образом. Нет такого явного крупного лидера. И, соответственно, есть такие, скорее, гетерархические структуры, чем иерархия более важных, более крупных участников кластера и менее. То есть иерархия у кластера может присутствовать, да, ярко выраженная, а может и отсутствовать. Да, может присутствовать, может отсутствовать в зависимости от отраслевых особенностей, от технологических особенностей. То есть это не хорошо, не плохо, да, это просто специфика. Да, это такая специфика, она есть. Ну, например, кластеры информационных технологий, телекоммуникационные кластеры, как правило, гетерархические, то есть там нет сильной иерархии. А кластеры сырьевые формируются, как правило, вокруг крупных комбинатов, которые это сырье добывают. Кластеры на базе крупных университетов, о которых я уже говорил, кластеры, связанные с авиацией, с судостроением, опять-таки, тоже возникают в окрестностях крупного холдинга. И здесь очень важна роль государства. Именно в создании правил игры и входа для новых участников кластера. Почему? Потому что из теории организации, да и из практики, мы с вами знаем, что, в общем-то, организации – это закрытые формы коммуникации. Как и человеческие сообщества, как и организации, они скорее склонны закрываться и создавать барьеры для входа новых членов. Это, новых участников, это вполне логично. Почему? Потому что у меня есть некоторый ресурс или капитал, вот как мы с вами раньше говорили, есть некоторый денежный поток, который я научился генерировать и зарабатывать. И каждый новый участник для меня – это потенциальный конкурент. Или потенциальная угроза для моего ресурса, который я холю и левелю. Они могут его размывать или даже утаскивать какие-то куски. Да. Поэтому естественным образом, что те, кто первый успел на этот кластерный пирог, те, кто первый успел сформировать ресурсы, сформировать ренты, это могут быть природные ренты, могут быть технологические ренты, могут быть ренты, связанные с социальным капиталом. Они так или иначе стремятся закрыться и не пускать новых участников. Из системных соображений мы помним, что закрытые системы, они склонны к возгонке параметров, но и к вырождению рано или поздно. И тем самым, естественно, они увеличивают, пытаясь, вот парадокс, пытаясь снизить риски для себя лично, для своей организации, они увеличивают риски для системы в целом. И в конце концов может случиться системный кризис, когда плохо все. Вот чтобы такого рода эгоистические стратегии не возобладали среди участников кластера, формируются механизмы регулирования. В первую очередь государство, как регулятор, формирует кластерные проекты таким образом, чтобы всегда оставались возможности и места для новых участников. И понимаете, здесь уже нет дискуссии, нужно государство или не нужно, должно оно регулировать экономику или не должно. С точки зрения кластерного подхода должно. Но вопрос не в том, должно или не должно, вопрос в том, грамотно или неграмотно. Профессионально или по-дилетантски. В результате получаем развитие или в результате получаем деградацию. Вот когда мы смотрим на примеры из европейской практики, когда мы смотрим на примеры из практики Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Китая, то мы видим, что там есть примеры успешного и грамотного государственного вмешательства и государственного регулирования. Да, даже Соединенные Штаты Америки, казалось бы, вот в наших глазах это оплот рыночной экономики, свободной руки рынка и так далее, и так далее. Но когда мы внимательно присмотримся на то, как работает федеральная контрактная система, как происходит регулирование деятельности крупных корпораций и холдингов, а как государство в этом участвует, мы увидим, что есть достаточно сложно настроенные и работающие, более-менее эффективные, ну, как говорится, без сбоев не бывает, но тем не менее работающие механизмы регулирования, целью которых является создание фактически сетей и поясов из предприятий вокруг крупных корпораций и холдингов. Допустим, в Америке есть федеральная контрактная система, и, по сути дела, есть жесткое квотирование вертикальной интеграции холдинга, то есть крупные корпорации в рамках антивонопольных законов, в рамках регулирования государственных закупок, взаимных закупок, обязаны заключать договоры с малым и средним бизнесом, обязаны часть своих бизнес-функций отдавать на аутсорсинг, обязаны постоянно держать некоторую норму интеграции, не допуская полного внутреннего контроля и инсорсинга по своим бизнес-процессам. Это очень важные нормы, которые позволяют сохранять некоторое организационное разнообразие. С точки зрения организации, это некоторый хаос, потому что любое разнообразие, любая инновация, любое общение с внешним миром, с точки зрения внутренней логики организации, это дестабилизация. Это увеличение количества коммуникаций, да? Это увеличение сложности, по сути дела. Да, лучше все упростить, унифицировать, загнать внутрь однозначных процессов, и тут же возникает монополия, тут же возникает искушение всю прибыль потратить не на развитие, а на заработки директоров и максимально увеличить цену. Вот когда нет этих раздражителей, когда нет альтернатив, когда нет конкурентов, тут же возникает искушение отыграться, и, соответственно, резко после этого уменьшается экономическая эффективность предприятия. Вот кластерный подход позволяет вот эти вот вещи смотреть. И если мы говорим о кластере с крупной компанией внутри, с холдингом, то создание и развитие кластера, создание входа для новых членов – это обоюдная работа. С одной стороны, это работа корпорации, которая фактически формирует внутреннюю программу по управлению производственными активами, предусматривающую локализацию своих технологий и бизнес-процессов в поясе, в кластере вокруг крупной корпорации. А с другой стороны, это работа государства, работа региона по созданию условий для таких компаний. К сожалению, сейчас в России мы имеем следующую ситуацию, когда, вернее, есть взаимное движение, но оно еще не всегда, не всегда эти стороны встречаются. То есть, допустим, многие предприятия оборонно-промышленного комплекса, они скованы устаревшими регламентами и нормами, и финансовыми нормами в первую очередь. Ну, например, есть правило, согласно которому, если вы заказываете изделие у внешнего поставщика, вы можете на его цену, в цену готового изделия накинуть только 1%. Если вы делаете это сами, вы можете накинуть 20% от себестоимости производства. А что мотивирует? Вот вопрос, да, с кем мне интереснее работать? По аутсорсингу с внешним поставщиком или с внутренним, так сказать, бизнес-процессом? Есть иллюзия, что управляемость выше, на самом деле, риски меньше, более того, скажем, маршапа выше. Поэтому, к сожалению, вот многие наши управленческие нормы для холдингов, они стимулируют не развитие кластеров, а не горизонтальную интеграцию и создание сетей вокруг холдингов, а вертикальную интеграцию, не аутсорсинг, а инсорсинг, и управленческие нормы, и закупочная система. Кстати, из системных соображений плоская система более устойчива. Иерархическая система, она менее устойчива, то есть она тоже обладает устойчивостью, но в меньшей степени. Но, слава богу, есть люди и в правительстве, и в управлении крупных компаний, которые знают и про системный подход, и знают, что это действительно проблема. Что на самом-то деле холдингизация, которая у нас произошла в нулевые годы, она не от хорошей жизни произошла, а как раз из-за того, что активы расползались. Вот сейчас наша задача от холдингизации прийти к кластеризации. То есть сделать так, чтобы наши холдинги постепенно, не надо здесь революции, а постепенно формировали производственные программы, ориентированные на кластеры, локализованные вокруг крупных предприятий. Это корейский путь развития. То есть у них была своя холдингизация, чеболизация, потом был кризис, все чеболи там рухнули, ну не все, но многие там. Вот этот термин прокомментируйте. Все чеболи это что такое? Ну чеболи это крупная, вертикально интегрированная, многопрофильная корпорация, управляемая, как правило, семьей. Структура собственности, которая семейно-клановая, а структура управления напоминает наши крупные государственные компании. Вот что сделали корейцы достаточно успешно? Они постепенно начали формировать программы аутсорсинга для этих крупных корпораций, локализации поставщиков вот этих вот чеболи, крупных компаний в кластерах. И добились, что действительно эти программы стали работающими. В принципе, вот этот путь, эта стратегия промышленного развития, она может быть интересна и Российской Федерации. Потому что она себя хорошо зарекомендовала. Ну, по крайней мере, на примере Южной Кореи мы видим, что действительно там была и схожая политическая ситуация в Южной Корее, похожая на нашу с точки зрения централизации управления. Там были схожие риски. Там и появилась структура промышленного уклада, вот эта холдинговая, которая напоминает сейчас и наши структуры, наш промышленный уклад. Мы с вами, по сути дела, поговорили о том, зачем формировать вот особые входы для новых участников в кластер. Мы с вами поговорили о основных барьерах входа новых участников в кластер. Может быть, что-то еще по этому поводу вы добавите? Ну, я начал же разговор с том, что есть разные модели кластеров и разные модели входа. То есть вот с крупной корпорацией мы имеем модель входа через программу фактически изменения крупного холдинга. За счет этого создаются новые возможности и появляются новые участники кластера. То есть, ну, например, сейчас у нас есть государственный заказ, государственный оборонный заказ. И, в принципе, холдинги могут часть производств, которые связаны с реализацией этого заказа, размещать в кластерах. Но проблема в том, что нет кластеров и нет квалифицированных поставщиков. То есть, нет сертифицированных компаний, которые готовы взять требуемые производственные объемы. Вот задача создать возможности для таких компаний, вот некоторые подложки, на которых бы происходила кластеризация, это задача совместного проекта крупной государственной компании и государства. Это задача частного государственного партнерства. Партнерства между крупной компанией, регионом и федеральными органами власти. Создать вот эту вот подложку, на которой пойдет кластеризация малого и среднего бизнеса, квалифицированных поставщиков крупной компании. Это вот такая модель стратегическая, промышленная. Она есть. И здесь у нас очень большие возможности для роста. А что касается второй модели, гетерархической, то здесь надо уже смотреть на рыночные возможности. И на те ключевые технологические компетенции, которые по факту складываются у регионов. Ну, например, там есть сельскохозяйственные области. Есть большие возможности по импорту, замещению, связанные с переработкой продуктов питания. Мы достаточно часто экспортируем зерно, а потом оно возвращается в виде продуктов глубокой переработки, там, допустим, в виде той же глюкозы, в виде различных белковых продуктов, уже переработанных кормов, к нам с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, задача региона, с этой точки зрения, посмотреть на технологическую цепочку, посмотреть на структуру экспорта и сделать стратегию импортозамещения, связанную с локализацией участников кластера. Это уже региональная такая очень интересная задачка. Это фактически задача промышленной стратегии региона, которая, может быть, существующими инструментами государственного управления решена. То есть мы знаем, что сейчас у нас регионы переходят на программно-целевые методы управления, формируются федеральные государственные программы, формируются региональные государственные программы. И мало того, регион сейчас получает все больше и больше возможностей для лоббирования своих интересов на федеральном уровне с точки зрения реализации внятных и понятных проектов, инфраструктурных и инвестиционных, и формирования сервисов, связанных с поддержкой тех предприятий, которые могут быть локализованы в регионе с точки зрения технологических возможностей участия в технологической цепочке кластера. Вот что такое технологическая цепочка, цепочка ценностей, мы с вами уже обсудили раньше. Поэтому такие возможности есть. Конечно, есть ограничения, мало специалистов, которые действительно могут реальную программу с этой точки зрения составить, мало опыта, честно говоря, у региональной власти, потому что в большей степени она занимается социальными проектами, форс-мажорами и тушением пожаром. Что грех, чем промышленная политика, честно говоря. Но, тем не менее, и экономисты, и географы уже знают, какие специализации есть у того или иного региона, какие ключевые компетенции по факту существуют, и какие технологические возможности есть, и с помощью форсайта эти технологические возможности можно выявить. И уже есть опыт регионов, когда фактически с нуля были созданы целые отраслевые цепочки. Классический пример – это Калужская область, где появилась очень интересная команда у губернатора, и логика как раз-таки шла от технологий, от цепочек и от рыночных возможностей, потому что ненасыщенный автомобильный рынок, с одной стороны, в Российской Федерации, с другой стороны, удачное расположение региона, близко от Москвы и есть возможности по промышленным площадкам и по инфраструктуре, и четкое понимание стратегии, то есть какие производства мы хотим локализовать в регионе, и какие сервисы регион может предложить, сервисы, которые стимулируют инвесторов, и которые фактически локализуют эти предприятия в региональном кластере. Очень интересно. А вот мировые лучшие практики создания особых условий для новых участников кластера, я так понимаю, наверняка вы будете про Корею говорить, про Китай, а может быть не только, что там? Ну, вы знаете, это вообще модно во всем мире. Это не только Корея, это не только Китай, это Индия, которая сейчас просто нацелена на кластерный подход. Очень интересно развивается Казахстан. То есть фактически кластерная политика стала основой в стратегии развития Казахстана. И это было озвучено на уровне президента Казахстана Назарбаева, кластерный подход и реализация кластерной политики по поддержке ключевых экспортно-ориентированных кластеров Казахстана. И очень интересные и впечатляющие результаты были достигнуты Казахстаном при реализации кластерного подхода за последние пять лет. То есть там фактически произошла такая вот перезагрузка, переинтерпретация промышленной политики на основе кластерного подхода. И госуправленцы постарались уйти от отраслевого подхода и от регионального подхода. То есть были классифицированы кластеры, была сформирована система мониторинга кластеров. И на базе кластеров уже формировалась политика по созданию новых бизнесов, по формированию входов для новых организаций в кластеры. Очень интересен пример Чили, потому что фактически Чили это удачный пример создания с нуля двух мировых кластеров по производству вина, чилийское вино, и по производству красной рыбы, лосось. Соответственно, чилийские переманили виноделов, создали для них условия. Наверное, французские. Потому что, естественно, были даже во Франции технологические ограничения. Там же тоже были технологические барьеры. Условно говоря, если у меня есть какая-то установка, пресс какой-то старенький, пока он себя не отработал, а они долго работают, мне неинтересно, чтобы, скажем так, мои конкуренты использовали новое оборудование. И, соответственно, там много таких искусственных было ограничителей, которых не было в Чили. То есть барьеров. Да, барьеров. Для новых участников, по сути. Для новых участников. И что фактически в Чили была безбарьерная среда. Поскольку не было винодельческой отрасли, она была еще не зарегулирована на государственном уровне. И вот за какие-то буквально 20 лет чилийские вина, мы их сейчас видим в супермаркете, прорвались на мировой рынок. И это классический кластерный подход. То есть нити барьеров, по сути дела, приводит к прорыву, технологическому прорыву, так сказать, ну, переходу в качество новостей. Да, потому что где есть традиционные отрасли, там уже, как правило, есть регуляционные барьеры для новых технологий. Ну, мы же говорили в начале нашей передачи о том, что любые организации, они склонны скорее закрываться, чем открываться. Да и для человека, вот честно говоря, да, лучше жить в комфортной среде, носить старые тапочки, общаться со старыми друзьями, читать книжки, которые ты 10 тысяч раз прочитал, чем куда-то ездить, искать что-то новое, потому что ездить и искать что-то новое – это искусственный процесс, то есть себя надо как-то стимулировать. Потом это опасно и страшно. Опасно, риски возникают. Есть, конечно, немного людей, которые вот именно этим и живут. Но их там 2-5%. Да, их очень мало. Все-таки большинство людей традиционные. То же самое и страны. То есть они уже привыкли к своим традиционным видам деятельности. И кластерная инициатива может встряхнуть их. Ну, например, та же Южная Корея, о которой мы уже столько много раз говорили. Ведь по всем прогнозам макроэкономистов 60-х годов прошлого века ключевой специализацией Южной Кореи являлось производство риса. Крупнейший производитель риса в Юго-Восточной Азии. И, соответственно, как они планировали? Линии. Ну, если у тебя уже сложилась компетенция страновая, ну, ты, значит, производил рис. Ну, и производи его дальше. Кто тебе его мешает? И они макроэкономический прогноз строили от производства риса. А тайваньцы специализировались на чае. Ну, соответственно, крупнейший производитель чая – это Тайвань, там, чайный кластер. Ну, и, казалось бы, ну, и живи ты со своим чаем и со своим рисом. Нет. Соответственно, вот продуманное вмешательство и продуманная технологическая политика позволила сформировать новые компетенции, которые стали мощным стимулом развития и роста кластера. То есть вы видите, что новые участники, по сути дела. Ну, то же самое сделала и Чили. Ну, не водился в Чили лосось, не было там виноградников. А создание новых сообществ профессиональных, создание новой инфраструктуры для этих сообществ, условий развития малого и среднего бизнеса привело к вот таким замечательным результатам. Вы говорили уже про механизмы закупок крупными компаниями и государством. Да, вот хотелось бы еще раз задать вам вопрос, вот как они влияют на возможности по формированию новых участников кластера. Да, вот механизм закупок, что это такое, да, как он влияет? Ну, у каждого государства есть система государственных закупок. В первую очередь она регулирует оборонные закупки, оборонные поставки. И, в принципе, государство и в Америке, и в Европе, и в Азии, и у нас, так или иначе, регулирует цепочку. То есть это посудил частное регулирование, да, некие правила игры. Правила игры от фундаментальных исследований до создания массовых продуктов. Потому что есть государственные корпорации. И общий тренд, связанный с кластерами, как раз-таки и сейчас состоит в том, что тотальный инсорсинг – это плохо. То есть надо искать возможности для конкуренции, для малого бизнеса. Делать это аккуратно, как говорят китайцы, шаг за шагом к великой цели. Смотреть, потому что нет общих и жестких правил игры. У каждой страны свой путь. У Америки своя специфика, у Франции другая, у Южной Кореи третья, у Тайваня четвертая. И каждый раз, несмотря на понимание некоторых общих принципов, там формируется своя специфическая, институциональная, успешная, подчеркиваю, модель. Есть, конечно, общее. В Сингапуре есть очень хорошая метафора, которая может быть, кстати говоря, метафора и кластера. Мы – дерево, открытое миру. Представим, что это значит. Укрепись в почве и откройся миром. То есть, с одной стороны, ты должен опираться на свои традиции, на свою историю, на свою культуру. Вот это и есть почва, на которой надо укрепиться. Если ты не укрепишься в почве, ты улетишь и не сможешь развиться, потому что тебя нечему питать. Но если ты закроешься миру, ты не вырастешь, ты так и останешься маленьким семечком или каким-нибудь корнем, который погряз где-то в земле. То есть, надо открыться миру, потому что в мире очень много возможностей, очень много энергии, очень много интересного, которое будет стимулировать рост. И это хорошая метафора кластера. Замечательная метафора. С одной стороны, кластер укоренен в регионе, в его традициях, в его идентичности, в стране, в людях, которым интересно жить в регионе и в стране ее развивать. А с другой стороны, он открыт внешним тенденциям, внешнему миру, он стремится к интеграции. Причем не в рамках всей страны, а может быть даже всего мира. Ну, естественно, вот сегодня мы общались с коллегами из Дубны, и они четко говорят, нам интересны компании и проекты, которые сразу ориентируются на мировой рынок, на выход на международный уровень. Нам не интересно, чтобы, условно говоря, мы тут произвели и тут же съели. Нам интересно, чтобы было глобальное мышление, чтобы мы видели те мировые тенденции, тренды и возможности, в которые мы можем встроиться. Вот это и есть открытость миру, которая является неотъемлемой чертой любого кластера. Мы говорили про новых участников, которые пришли извне. Но вот что такое спин-офф? Каковы его механизмы? Ведь новые участники могут появиться изнутри. Ну, в принципе, очень напоминает биологию. То есть, с одной стороны, растения размножаются почкованием, это и есть спин-офф. С другой стороны, у нас есть деление клеток, допустим, тоже процесс размножения через деление. И многие организации появляются через деление. А бывает так, что возникает что-то принципиально новое, какое-то семечко к нам залетело, непонятно откуда, какая-то идея, мем, ген, называйте, как хотите. И вокруг этой новизны выросла новая организация. Вот кластеры должны показывать и развивать разные механизмы. Под кластерами, я так понимаю, специализированную организацию и программу развития кластера. Если говорить о спин-оффах, то это, конечно, процессы, связанные с поддержкой вот этого почкования. То есть, надо людей научить, надо помочь им с сертификацией, стандартизацией, с патентной защитой, с маркетингом, с рынком, с консультацией, с финансовым сервисом. Чтобы вот эта команда, отпочковавшаяся от университета, от крупной компании смогла развиваться дальше. И вот на базе спин-оффов, по сути дела, корейцы и американцы развивают конверсию. То есть, в нашем понимании, конверсия, это когда ты на одном станке делаешь ракеты и на этом же кастрюльке. Это никакая не конверсия, это имитация. Конверсия, это когда мы сделали спин-офф, поддержали спин-офф тем же самым первичным военным оборонным заказом, но потом люди, работая с рынком, вот эту прибыль от реализации оборонного заказа или государственного заказа реинвестировали в рыночные проекты, в те... Вот мы же говорили о том, что на каждой технологии есть спектр сервисов и спектр услуг. Вот в эти спектры сервисов и услуг. И вот такого рода институциональную конверсионную поддержку должны и обязаны просто оказывать специализированные организации, организации кластерной инфраструктуры. И это мощный механизм создания новых участников кластера, их почкования. Еще очень интересный механизм, это вот такая, в кавычках, франшиза, когда вот научное учреждение или неокр-учреждение создает некоторую технологию, товар и начинает фактически продавать бизнес. И кластер упаковывает этот проект не только с технологической точки зрения, но и с финансовой, чтобы инвестор имел кредитные продукты, гарантийные продукты, партнерства различные, помогающие ему продавать и развивать свой бизнес. Это тоже очень интересный механизм роста и вот почкования, размножения кластера. Причем он замечательный тем, что он относительно дешевый. То есть я создал идею, упаковал эту идею в виде некого бизнеса, который можно тиражировать. И дальше я, по сути дела, привлекаю чужие деньги. То есть я продаю свою идею бизнеса, люди это принимают, за свои деньги это все строят. А я свои 10% имею и смотрю, мониторю, чтобы идея бизнеса не профанировалась. Некоторые авторские контроли, связанные с соблюдением технологии, с какими-то вещами, связанными с эксплуатацией. И вы знаете, вот такой бизнес и такая схема очень хорошо работает в биотехнологиях. Потому что постоянно возникают какие-то новые молекулы, технологические циклы, фантастические возможности сейчас возникают в медицине. Такие революционные изменения за последние 10 лет произошли в превентивной медицине, в ранней диагностике болезни. Вы знаете, что в 2001 году был расшифрован геном человека. И первое время просто и ученые, и практики, они просто от этого счастья, просто не понимали, что с этим счастьем делать. Понятно, что расшифровали ген, но за что этот ген отвечает, то ли за цвет глаз, то ли за форму пальцев, то ли за поведение во время сдачи сессии, никто не мог сказать. И вот постепенно вот эти десятилетия накапливалась база вот этих вот исследований, когда исследовали вот эти закономерности, которые регулируются на генетическом и эпигенетическом уровне. И сейчас уже пошли технологические решения, технологические прорывы, на базе которых и формируются спин-оффы, и формируются новые компании, и, кстати говоря, формируются новые кластеры. Потому что постепенно вот наши традиционные кластеры, ну, например, там, медицинские, там, тот же, там, Кисловодск, минеральные воды, там, курортные разного рода места, они же будут, на мой взгляд, в будущем трансформироваться стратегически в медицинские кластеры, в первую очередь ориентированы на реабилитацию, на превентивную медицину. Ну, и, конечно же, есть тренд, связанный с старением населения. Я правильно понимаю, что кластер, он идеологически некую экспансию предполагает? То есть, если кластер не проявляет экспансию, расширение развития, то он умирает, по сути дела? Ну, как сказать, в Европе достаточно много таких более-менее стабильных кластеров, без всяких инноваций. Таких неинновационных кластеров? Да, с высокими барьерами входа для новых участников. Ну, как сказать, неинновационных? То есть, это характерно все-таки для инновационных кластеров? Ну, здесь вот сложный вопрос, что мы понимаем под инновациями. Например, там есть обувные кластеры или есть мебельные кластеры, которые просто обязаны, там, в каждый маркетинговый цикл выдать новый продукт. То есть, если ты не... Там дизайн новый, да, это инновация. Ты понимаешь, новый дизайн кухни или новый дизайн костюма, тебя просто вот китайский ширпотреб снесет, потому что в чем успех итальянских кластеров? В том, что их изделие появляется на год или на два раньше, чем китайское, чем его успели скопировать китайцы. И за счет успеха и попадания в тренд, собственно, кластер конкурентоспособен, потому что он покупает продукцию не потому, что она дешевле, а потому, что она более модная, более интересная, более привлекательная, более в тренде. То есть, китайцы своим масс-маркетом не успевают с крупным технологическим циклом. Хотя китайцы сейчас уже хитрые стали, китайцы уже начинают и влезать и в генерацию дизайна, но, к счастью, у них с этим проблемы. Они хорошо копируют, но есть проблемы с креативом. Так что есть много традиционных кластеров с сложившимися барьерами входа и институциональными отношениями его участников. Хочется вернуться к России. Есть ли в России примеры успешных таких проектов по формированию новых компаний, в кластерах, преференции по переезду компаний, скажем, из одного региона в другой регион, где находится кластер. Хотя, помните, один переезд, второй равен двум пожарам. Соответственно, предполагается, что там какие-то ресурсы могут быть приобычены, но могут быть и потеряны. Вот про Россию. Есть интересные проекты. Я уже упоминал Калугу, хотя там многие ее критикуют и так далее, но, тем не менее, это яркий пример. Очень интересный сейчас проект развивается в Клининградской области, где с нуля строится целый город. Ну, в конце концов, сочинский кластер. Это классический, туристический, рекреационный, спортивный кластер. При всех плюсах и минусах, все-таки я склонен считать, что проект скорее удачный, чем неудачный. Посмотрим, как он будет дальше работать, но, тем не менее, это пример такой мощной кластерной инициативы государственной интервенции. Поэтому есть у нас интересные проекты, есть даже уже кластеры, которые растут снизу. Мало того, есть примеры того, как компании уезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. Успешные компании, в общем-то, вот таким гуртом поднимаются и перемещаются. Потому что падает качество жизни в Москве и увеличивается качество жизни на периферии. И стирается грань между Москвой и периферией, и это стимулирует вот такую обратную тенденцию. Москва начинает постепенно жить по модели Нью-Йорка. То есть американцы живут в маленьких городах, потом поступают в университет, приезжают в Нью-Йорк или в крупный город, делают там карьеру, зарабатывают первичный капитал, репутацию. И уже когда ты всем известен и всем понятен, и все тебя найдут, ты опять уезжаешь в маленький город, и там спокойно смотришь на цветочки и дышишь свежим воздухом. Вот вполне такая экологическая модель. Нью-Йорк же он не для жизни, Нью-Йорк он для карьеры. То же самое и, в общем-то говоря, Москва. Москва, да. Очень интересно. А вот, а может быть, еще какие-то российские примеры? В принципе, наши российские примеры очень хорошо описаны на сайте Novation.gov.ru. Вы можете прочитать книгу «Территориальные кластеры. Семь инструментов управления». Там я изложил очень интересные наши первые кейсы по кластерному развитию. Но хочу сказать, мы еще в начале пути, то есть у нас нет кейсов 20 лет или 10. Ну, пожалуй, вот Мордовская школа там. Давайте мы с вами напишем. Но, тем не менее, уже первые интересные такие вот ростки, кластеры, это все-таки биологический объект, они уже появились и в России в том числе. Я вижу большие перспективы роста кластеров в переработке продуктов питания, в жилищно-коммунальной сфере и технологии с ней связаны, в энергопотреблении, энергосбережении, во всем, что связано с переработкой, глубокой переработкой угля, глубокой переработкой нефти. Там у нас просто дыры, лакуны целые. Ну, и в тех инновационных областях, которые традиционные, это некоторые оксимароны, инновационные традиционные области. Ну, например, атомная отрасль в России достаточно сильная. Определенные направления, связанные с материаловедением, допустим, титан, обработка его. Это очень интересные такие кластеры мирового уровня, которые дальше, я думаю, будут развиваться и формировать возможности для новых членов и участников. Замечательно, было очень интересно. Уважаемые коллеги, сегодня мы сделали еще один шаг. Шаг в сторону создания команды кластера, команды, которые кластер создает. Мы сегодня поговорили о входах для новых участников кластера. Причем у нас эти участники могут появиться как внутри, так могут прийти и из внешней среды. В следующем выпуске мы поговорим о формировании инфраструктурных сервисов, о бизнес-моделях инфраструктурных организаций кластера. Хочу поблагодарить своего собеседника, Владислава Валерьевича, за содержательную беседу. Спасибо. Коллеги, надеюсь, вам было интересно, полезно. Желаю вам удачи, успехов, вдохновения. До свидания.